Итак, это очередной ретрит по любящей доброте. И как я успел кратко начать рассказывать в предыдущей части, которая оборвалась, мы стараемся проводить такие ретриты регулярно. А объясняется это тем, что, во-первых, любящая доброта представляет собой одну из самых простых практик. Во-вторых, ретриты по любящей доброте не обязательно должны быть такими строгими и страшными, как многие другие виды ретритов. И для тех, кто только начинает подступаться к медитации, для тех, кто, может быть, опасается каких-то более жестких форматов, это довольно важное соображение. Собственно, когда мы в свое время думали про формат очного ретрита по любящей доброте, который мы, в конце концов, стали проводить, мы пытались нащупать какую-то формулу, которая одинаково подошла бы и тем, кто хочет интенсивной практики, и тем, кто хочет интенсивной практики, но не хочет столкнуться с каким-то ненужным травмирующим опытом, исходя проистекающим из лишней строгой дисциплины. Что иногда может случаться на строгих ретритах, или более строгих ретритах, которые посвящены и практикам сосредоточения, и практикам прозрения, и в тибетской традиции тантрическим практикам. Потому что все эти виды практик, когда мы проводим посвященные им ретриты, требуют иногда с нашей стороны определенной строгости. И сами форматы ретритов иногда предполагают большое количество часов медитации в полной неподвижности, или выполнение двух-двух с половиной часовых сессий, или выполнение каких-то дополнительных церемоний, которые осложняют весь процесс и нас утомляют. То есть все это для новичков может быть весьма непростым. И хотя в перспективе выполнить подобные ретриты – это дело крайне полезное, на начальном уровне мы хотим, может быть, чуть большей пластичности, чем больше мягкости, чуть больше гибкости в том, что касается расписания и тому подобных вещей. И практика показала, что подобного рода ретриты действительно работают, что мы действительно относительно легко можем пройти 4, 5, 6, или даже 7-дневный ретрит по любящей доброте и не взорваться. В прошлый раз, когда мы проводили аналогичный длительный ретрит, это был англоязычный ретрит в прошлом году, некоторые люди жаловались, может быть, на боль в коленях и тому подобное затруднение, но не на то, что сам формат избыточно сложный. Так что это еще одно преимущество подобных мероприятий, именно посвященных любящей доброте, которая требует с нашей стороны как раз определенного уровня мягкости. Да, мы все равно стараемся нащупать тот объем практики, который бы и бросил нам своего рода вызов, но, по крайней мере, все выглядит не так страшно, как если бы мы сидели 10 часов в сутки без движения и пытались разобраться с природой этой своей боли или занимались чем-то еще в подобном ключе. Вот, так и эти ретриты появились, мы стали их регулярно проводить и стараемся с тех пор, насколько это возможно, но сейчас нас всех разбросало по всей планете, и поэтому в данном случае единственное, что мы, собственно, можем себе позволить в качестве замены старым добрым очным ретритом в Северном Кунсангаре, это такой вот онлайн формат. Но даже он, можно надеяться, принесет нам большую пользу, потому что, во-первых, гораздо больше охват. На ретрит уже записалось больше 400 человек, что, мне кажется, очень вдохновляет. И хочется надеяться, что даже если только часть этих зарегистрировавшихся участников посмотрит записи, те, кто посмотрит записи, те, кто познакомится с понятиями, те, кто выполнят практики, получат от всего этого большую пользу, а затем эта польза начнет ретранслироваться во все стороны, потому что мы начнем в большем объеме воплощать качество любящей доброты. Еще одно соображение, которое я постарался озвучить, прежде чем жестокая судьба и боги интернета нас разделили, это соображение о том, что хотя ретрит посвящен практикам любящей доброты, мы не можем сосредоточиться только на них. Мы не можем заниматься все 4 дня, все 16 сессий только одной любящей добротой, игнорируя при этом все остальное. Почему не можем? Потому что никакая практика, в том числе и практика любящей доброты, не существует в изоляции от всего остального. Во всяком случае, в том, что касается буддийского понимания этих методов и этих практик. Практики любящей доброты существовали не только в буддизме, и об этом мы поговорим чуть позже, но основные источники, на которые мы в данном случае опираемся, именно буддийские. Мы позже в рамках ретрита посмотрим и на палийские тексты, и на тексты санскритской традиции, и на тексты тибетские. И в рамках всего этого разноцветия красок мы увидим множество подробных и технических инструкций о том, как выполнять практику любящей доброты, но мы также увидим постоянные указания на то, что эта практика не существует в изоляции. Она связана со множеством других методов, потому что любящая доброта, как одна из наших основополагающих способностей, связана со множеством других способностей нашего ума, со множеством других, как буддисты это называют, умственных факторов или умственных состояний, или умственных функций. И именно в рамках работы над ними всеми в комплексе мы можем добиться наибольших уровней счастья и благополучия. А это, собственно, главная цель, которую мы в данном случае перед собой можем поставить. Среди тех разнообразных методов, с которыми мы постараемся повзаимодействовать, будут в том числе и практики, связанные с расслаблением. Именно с них мы и начнем. И если повезет, практики, связанные с развитием мудрости, или прозрения, или исключительных уровней здравого смысла, и практики, связанные с развитием сострадания, и мы на всякий случай, каждый раз, соприкасаясь с той или иной системой практик, с тем или иным набором методов, постараемся поговорить о том, чем же эти методы отличаются друг от друга, почему они все работают в таком вот органичном сочетании, как понимать каждое из тех состояний, над развитием которых мы работаем, в чем различие между любящей добротой и состраданием, как все это называется на разных языках и так далее. Постараемся устранить ту терминологическую неразбериху, которая сформировалась в том числе в русскоязычном пространстве вокруг этих практик, для того, чтобы, выстроив прочный и четко работающий терминологический аппарат, мы смогли затем получить от всех этих практик максимальную пользу. Но, конечно, мы также будем много медитировать, и прежде чем я звучу какие-то еще соображения или начну что-то вспоминать вслух относительно определения всех этих вещей, было бы удачно, собственно, начать с практики глубокого расслабления, в рамках которой мы также соприкоснемся со своими базовыми или базовыми в данном случае, базовыми относительно последующих материалов устремлениями. Для того, чтобы выполнить эту практику, с которой мы, собственно, начнем, было бы удачно выбрать положение для медитации. И, как мы увидим позже, в рамках ретрита положения эти могут быть самыми разнообразными. Мы можем, собственно, медитировать стоя, лежа, сидя или при ходьбе, как это описывал в свое время сам Будда. И мы поговорим обо всех этих вариантах, в особенности о вариантах сидя, лежа и при ходьбе, применительно к практикам любящей доброты и другим методам. Но эту первую медитацию, наверное, удачно выполнить в положении сидя, просто потому, что это первая практика, с которой мы начинаем. И если мы сразу сейчас ляжем и уснем, будет не очень удачно. Хотя, может быть, именно в этом нуждаемся больше всего. Но предположим, что мы все успели выспаться. Может быть, не я, потому что у меня сейчас 0.28. Но будем надеяться большинство из вас. И вот в этом выспанном, полном сил состоянии, мы и собираемся нырять в практике любящей доброты. Для того, чтобы начать все это погружение на бодрой ноте, давайте выберем одно из комфортных, устойчивых положений сидя и выполним предварительную практику расслабления. Многие, скорее всего, будут использовать положение, где ноги скрещены, а позвоночник мягко вытянут. Некоторые, может быть, сидят на стуле или на другом аналогичном сидении, поставив стопы на пол. Эти два варианта обычно описываются как классические положения для медитации сидя. Но, возможно, и другие варианты, связанные с особенностями нашего собственного здоровья, наших суставов, нашими физическими особенностями, если нам требуется какое-то иное положение, в котором нам комфортно и в котором мы можем медитировать, чувство устойчивости, расслабления. Это тоже прекрасный вариант. Главное – нащупать эту первичную и базовую позу, а затем начать постепенно ее отстраивать. И для того, чтобы выполнить эту первичную отстройку, мы при желании можем закрыть глаза, начиная постепенно собирать внимание внутри, в пространстве тела. Мы направляем внимание на телесные ощущения и присматриваемся к тому, как именно можно было бы откорректировать позу, для того, чтобы сделать ее еще более расслабленной и устойчивой. В большинстве случаев у нас есть возможность, по крайней мере, мягко вытянуть позвоночник, расправить и опустить плечи, удобным образом разместить руки на коленях или бедрах, ладонями вниз или ладонями вверх. После чего наше наблюдение за телом становится скорее пассивным. Мы в большей степени осознаем, чем пытаемся что-либо корректировать. Первое, что было бы удачно осознать в подобной практике, это контакт между нашим телом и элементом Земли под нами. Контакт между нами и той поверхностью, которая нас поддерживает. Мы замечаем ощущение от соприкосновения. Задней поверхности ног, стоп, ягодиц и, может быть, нижней части спины с той поверхностью, на которую мы опираемся. И в наблюдении за этими ощущениями позволяем себе начать постепенно отпускать все больше и больше физического напряжения. Продолжение следует... Эта волна расслабления постепенно распространяется на мышцы тазового дна, на область промежности ягодиц в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Затем охватывает область живота и поясницы. Пространство грудной клетки и область между лопатками. Плечи... 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 Вслед за чем мы возвращаемся к плечам, исследуем ощущения в области шеи и горла и, наконец, направляем внимание на область затылка. На макушку и на мимические мышцы лица. Некоторое время наблюдаем за ощущениями в этой области, продолжая, насколько это возможно отпускать мышечное напряжение. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем распространяем внимание на тело в целом, на все переживания в этом обширном поле, на все, что меняется. И в особенности на ощущения, которые сопровождают процесс дыхания. Ощущения, которые меняются во всем теле в целом или в любой части тела, каждый раз, когда происходит очередной вдох или очередной выдох. Продолжение следует... Эти меняющиеся ощущения, сопровождающие процесс дыхания, можно сравнить с тактильными волнами, которые проходят по телу. И если мы начинаем им внимать, успокаивают наш ум, позволяют нам отпустить беспокоящие мысли, помогают нам вернуться к наблюдению за тактильными переживаниями в текущем мгновении. Чем меньше мы вмешиваемся в процесс дыхания, чем меньше мы пытаемся его корректировать или менять, тем проще нам благодаря возникающей естественности достичь равновесия между качествами расслабления, устойчивости и ясности. В этом пространстве телесных ощущений, в этом наблюдении за телесными ощущениями. Мы постепенно успокаиваем тело и ум. И когда тело достигает состояния расслабления неподвижности и бодрости, на уровне ума мы переходим ко второму виду успокоения. К виду успокоения, которое связано с поиском наших самых обширных и глубоких устремлений. Для того, чтобы их нащупать, нам важно прежде всего проверить свою исходную мотивацию. Присмотреться к тому, что именно привело нас, к этой практике, к этому ретриту, к этим материалам. Спросить себя, как именно и почему мы здесь оказались. Субтитры создавал DimaTorzok Увидев свою исходную мотивацию, какой бы она ни была, и здесь, разумеется, нет правильных или неправильных ответов, мы можем начать привносить в свое стремление элементы глубины и обширности. Глубина подразумевает, что мы стремимся не только к поверхностным или временным видам благополучия, но и к устойчивым, долгосрочным видам счастья и процветания. К счастью и благополучию, которые выходили бы за рамки временных и приходящих видов успеха или удовольствия. Да, в идеале мы все равно обрели бы те виды успеха, которыми можно наслаждаться уже здесь и сейчас. Но было бы странно ограничиваться только этим уровнем благополучия, если мы также можем отыскать и более глубокое, относящееся к глубинным уровням или к глубинному потенциалу нашего ума. Используя созерцательные практики, в том числе такие, как практика любящей доброты, мы можем продвинуться в сторону глубинного благополучия. Элемент обширности предполагает, что мы можем стремиться к подлинному благополучию и ко временным видам радости не только для себя, но и для других существ. И это, разумеется, идея, которая становится хорошо понятной в контексте практик любящей доброты. Если мы работаем над развитием любящей доброты, если мы стремимся к развитию любящей доброты, разумеется, было бы странно не устремляться к большему процветанию, к большему благополучию для всех живущих. Или, по крайней мере, для всех тех, с кем мы связаны, это хорошее начало. Пусть не только в свою жизнь, но и в жизнь других мы сможем вдохнуть больше счастья, больше процветания, больше радости. Причем не только на поверхностном, но и на глубинном уровне. Пусть совместными усилиями мы сможем продвинуться к подлинному благополучию для всех живущих. Закрепив таким образом свою мотивацию или сформулировав ее в подобном ключе, мы можем несколько мгновений вдыхать все больше и больше жизни в эти устремления. Усиливайте их с помощью каждого нового естественного выдоха. После чего можем отпустить эти устремления, возвращаясь ненадолго к пространству. Телесных переживаний, замечая тактильные ощущения в нашем теле. След зачем? Мы постепенно привносим в тело элементы движения. Например, мягко раскачиваем сей стороны в сторону или шевелим пальцами рук и пальцами ног. Медленно возвращаясь вниманием к тому, что нас окружает, и завершая эту практику. Медленно возвращаясь в интервью. Небольшая пауза для того, чтобы прийти в себя и постепенно вернуться к более активной форме осознавания. Пока мы этим занимаемся, я быстро листаю список подключившихся, потому что обычно, когда мы транслируем с помощью других технических средств, этот список не виден. Но в данном случае из-за проблем связи нам приходится использовать этот более простой вариант, и можно увидеть, наконец-то, с одной стороны ваши имена, а с другой стороны, в случае с некоторыми, и знакомые лица, тех, у кого есть картинки. Очень рад, что мы все здесь собрались, и, конечно, также большой привет тем, кто смотрит этот ретрит в записи. Будем надеяться, что с записью тоже все будет хорошо, даже если не с первого раза постепенно все должно выровняться. Обычно эти маленькие проблемы и препятствия всегда возникают, и 16-й кармапа замечал, что если мы чем-то занимаемся и возникают... Занимаемся чем-то, что мы знаем, действительно является хорошим и благотворным, и возникают какие-то препятствия, это признак того, что мы движемся в позитивную сторону. Конечно, здесь можно сказать, что иногда препятствия возникают, потому что мы движемся совсем не туда, куда нужно, и это знак того, что, в общем-то, нужно остановиться и прийти в себя. Но когда речь идет о ретритах по любящей доброте, все в большей или меньшей степени прозрачно. Если мы все делаем на совесть и стараемся все правильно понять и все правильно отпрактиковать, в общем-то, сомнений в том, что мы занимаемся чем-то хорошим, быть не должно. Так что на этой ноте мы можем себя приободрить и поблагодарить за то, что мы всем этим вместе занимаемся. Но чем именно мы будем заниматься, это отдельный интересный и большой вопрос. И в рамках этой вот нашей первой сессии, прежде чем выполнить еще одну медитацию, было бы здорово вернуться умом к базовой рабочей гипотезе, или к нескольким рабочим гипотезам, которые нам предлагает буддийская традиция. Собственно, для того, чтобы просто понять, в каком контексте мы вообще находим эти самые практики любящей доброты. На самом деле, про контекст для практик любящей доброты мы будем беседовать многократно. Мы будем много раз поднимать вопрос о том, собственно, в каком окружении эти практики обычно преподаются, или в каком регистре учения они описываются. Но здесь, в этой первой сессии, было бы полезно посмотреть на саму базовую буддийскую рабочую гипотезу. Ее, конечно, можно описать несколько разными способами, но давайте попробуем использовать хотя бы один из них. Эта рабочая гипотеза предполагает, что практики созерцательных... Созерцательные практики, к числу которых принадлежит и медитация любящей доброты, и даже практика расслабления и успокоения ума, которую мы только что выполнили, все эти практики предназначены для того, чтобы сделать нас более счастливым человеком, для того, чтобы помочь нам достичь больших уровней счастья. Это базовая аксиома, которую, скорее всего, много раз слышали участники учений его святейшества Далалама, или читатели его книг, или просто люди, которые соприкасались с индо-тибетской традицией буддизма. В этой традиции, и в особенности на учениях его святейшества Далалама, очень часто можно услышать повторение базовой мысли о том, что все живые существа стремятся к счастью и желают свободы от страданий. И хотя некоторым может показаться, что это какая-то примитивная или самоочевидная мысль, на самом деле ничего примитивного или самоочевидного в ней нет, если мы начинаем рассматривать этот тезис не как просто указание на какую-то базовую психологическую особенность, которая нас объединяет, а как на указание на базовую психологическую особенность с последующей рекомендацией жить из этой позиции. Но даже если бы речь шла только об указании на нашу базовую психологическую особенность, в этом также уже не было бы ничего тривиального, потому что, собственно, индо-тибетская традиция буддизма, может быть, в противоположность некоторым другим созерцательным линиям, делает акцент на этом нашем базовом стремлении к счастью и благополучию не просто так. Это наша базовая склонность к тому, чтобы искать счастье и комфорт, а также по возможности избегать страданий и дискомфорта, описывается как одна из базовых функций или одно из базовых свойств, одна из базовых черт нашего глубинного потенциала, или того, что в более современном и универсализированном языке иногда называется основополагающей благостью, а в индо-тибетской традиции называется природой Будды. Говорится, что среди всех различных слоев нашего ума, всех различных аспектов нашего существа, есть самый глубинный и фундаментальный уровень. Этот самый глубинный и фундаментальный уровень, который можно, собственно, считать нашей подлинной природой, называется иногда природой Будды. Татхагатагарбхай, Сугатагарбхай. Используется множество различных понятий, в том числе такие, как элементы, многие другие. Но и эта наша основополагающая природа может описываться и объясняться разными способами. Это отдельная очень важная тема для тех, кому интересен, собственно, буддийский путь. Но здесь, в контексте практик любящей доброты, достаточно сказать, что одно из проявлений этой нашей базовой природы – это тот факт, что нас влечет к счастью. Нас влечет к счастью и к свободе от страданий. И нас влечет прочь от страданий и от причин страданий. К сожалению, одного только этого базового инстинкта, который нам присущ, недостаточно, потому что на более поверхностных слоях нашего сознания, на более поверхностных слоях нашего ума есть множество привычек, осложняющих поиск подлинного счастья и благополучия. Самое важное из этих проблематичных привычек называется на буддийском терминологическом языке неведением. И это основ... речь идет об основополагающе неверном понимании нашей собственной природы, природы реальности, с которой мы взаимодействуем или в которую мы вплетены. И это неведение можно описывать разными способами. По сути, речь идет о непонимании того, как все устроено, как все работает. И в частности, того, что все существует во взаимозависимости, ничто не существует независимым образом. Мы этого на базовом уровне не понимаем. Но в дополнение к этому мы не понимаем еще очень много чего. И в силу всех этих видов непонимания в целом возникают наши второстепенные неблаготворные привычки. Такие как склонность цепляться за объекты, которые, как нам кажется, принесут нам счастье. Стремление отталкивать объекты, которые, как нам кажется, принесут нам страдания. Путаница во всем том, что касается этих объектов. Мы ошибаемся в большинстве случаев, когда пытаемся их оценить. И множество других проблематичных привычек. Зависть, заносчивость, многие другие неблаготворные умственные состояния. Все это в комплексе работает, влияет на наше мышление и поведение. И хотя на базовом уровне мы стремимся к счастью, этого счастья нам достичь не удается. Вместо того, чтобы прийти в себя и простроить причины подлинного благополучия, мы стремимся к счастью, но вместо того, чтобы создать его причины, создаем причины страданий. Мы желаем уйти от страдания, но вместо того, чтобы от него уходить, мы прямо к нему и бежим. И вот эта фундаментальная путаница, фундаментальная неразбериха, и представляет собой то, что мешает нам в реализации тех базовых устремлений, которые проистекают с глубинного уровня нашего существа. вытекают в буквальном смысле, выливаются, вырываются на поверхность из глубинных слоев нашего сознания. В данном случае сам этот ретрит в первую очередь привязан к методологии андотибетской традиции. Так уж получилось, что я переводчик андотибетской традиции, и большинство моих учителей принадлежат к этой традиции. И многие тексты, на которые мы посмотрим, исходят из этой традиции, хотя на тексты других традиций мы также успеем взглянуть. И поэтому здесь эту базовую буддийскую рабочую гипотезу я описываю с, опять же, индотибетской точки зрения. И хотя эта базовая рабочая гипотеза внутри тибетской традиции, опять же, может описываться разными способами, я в первую очередь в рамках данного ретрита постараюсь опереться на объяснения, проистекающие со стороны тех традиций, которые делают большой акцент на учениях о природе Будды или об основополагающей благости, и описывают эту природу Будды скорее с точки зрения ее раскрытия, ее обнаружения, в то время как другие традиции скорее говорят о том, что эта наша природа скорее представляет собой потенциал, который можно развить. Она подобна желудью, из которого можно вырастить дерево. Нужно этот желудь выращивать и всячески поливать, и тогда вот он вырастет, и получится дерево и так далее. Это абсолютно правомощный, столь же правомощный подход, но для практик любящей доброты в нашем контексте, или во всяком случае в рамках этого ретрита, было бы полезно сосредоточиться скорее на подходе раскрытия. Поэтому мы будем на него в данном случае опираться, может быть в каком-нибудь другом ретрите мы сделаем все наоборот. Но в рамках вот этого подхода раскрытия, где предполагается, что нашу основополагающую благость скорее нужно раскопать и обнаружить, утверждается или иногда говорится, что когда мы замечаем, что в нас появилось само стремление заниматься какими-то созерцательными практиками, когда мы замечаем, что в нас при соприкосновении с источниками, например, информацией о созерцательных практиках, о практиках, которые помогают нам раскрыть или развить нашу благою природу, когда мы замечаем, что вот во всех этих ситуациях в нас возникает вдохновение, интерес, может быть, страсть или некий пыл применительно к поиску подлинного благополучия, когда мы ловим себя на всех вот этих вещах, когда мы замечаем, что что-то внутри нас откликается на идеи любящей доброты или мудрости, что-то вдохновляет нас на то, чтобы присмотреться к медитации и тому подобным вещам, что-то вдохновляет нас на поиск созерцательного пути, такого как буддийская традиция. Все это свидетельствует о том, что мы начинаем, по сути, обретать больший доступ к своей природе Будды. То есть что-то внутри нас начинает толкать нас в позитивную сторону. И то, что именно нас в эту позитивную сторону толкает, это два уровня внутренних механизмов. Более поверхностный уровень, который связан с причинами и следствиями, это тот факт, что в нашем уме, в его закромах есть определенные накопления позитивных отпечатков, благотворных отпечатков, которые, собственно, начали включаться и толкать нас в сторону большего счастья и благополучия. Это очень важный уровень, и буддизм уделяет этому уровню очень много внимания, в особенности, когда объясняют учения кармы, когда, собственно, объясняют, как в эти свои внутренние закрома набросать побольше благотворных отпечатков, при этом убирая оттуда отпечатки неблаготворные, те, которые нас толкали бы компульсивно в сторону страданий. Это первый уровень. Но второй уровень — это, собственно, сама эта природа, сама чистая и прекрасная природа, которая составляет самый базис нашего существа. Эта природа сокрыта гораздо глубже, чем все те уровни, о которых, скажем, в свое время размышляли отцы-основатели психоанализа. Этот уровень сокрыт глубже, даже чем то сознание, в которое мы входим, когда мы, например, пребываем в глубоком сне без сновидений. Это более базовый, более основополагающий, более базовый или основополагающий уровень осознавания, который в то же время заполняет и пронизывает собой все остальные наши виды сознания. И вот до этого уровня мы однажды можем докопаться, и тогда-то, когда мы, собственно, с ним встретимся лицом к лицу, и это, конечно, своего рода метафорическое описание, а когда мы раскроем или выявим этот уровень и научимся с ним никогда не расставаться, когда мы научимся никогда не забывать о своей подлинной природе, тогда-то мы реализуем наивысшую форму счастья, наивысшую и неприходящую по сравнению со всем тем, что мы пытаемся заполучить сейчас, когда мы руководствуемся только этими своими компульсиями, когда мы пытаемся поймать момент удовольствия здесь от мороженого, здесь от пяти часов сна, здесь от встречи с друзьями, здесь от чего-то еще, здесь от хорошей репутации и так далее. Вот. Это наш базовый механизм, можно сказать, или базовый уровень нашего существа, который сокрыт даже глубже всех тех благотворных или неблаготворных видов влияния, которые где-то в глубинах нашего ума сокрыты и выполняют свою работу, подталкивая нас в ту или другую сторону. Что же происходит, когда эта наша основополагающая природа просыпается и начинает толкать нас в сторону больших уровней счастья или благополучия? По сути, она толкает нас в сторону того, чтобы мы в долгосрочной перспективе после многих лет, десятилетий или с буддийской точки зрения даже жизни работы стали хорошими практикующими, так это можно было бы для простоты назвать, или хорошими созерцателями, хотя речь не о том, что мы становимся созерцателями, которые живут в хижине где-нибудь в саду. Где можно собирать грибы и целыми днями медитировать. Это, конечно, стереотипы, связанные с созерцательным образом жизни, но они не всегда и не для всех необходимы или верны. Но в целом, если использовать буддийский, или скорее сказать, можно так сказать, общеиндийский, опять же, терминологический аппарат, в целом наша основополагающая природа подталкивает нас к тому, чтобы мы стали хорошими йогинами или йогини. Кто такие йогины или йогини? В буддийском понимании это не те, кто занимаются йогой, в смысле хатха-йогой, да, или любыми другими видами двигательной, физической йоги. Йогины и йогини — это практикующие, которым удалось глубоко объединить свой ум с подлинной природой реальности. Это крайне высокая квалификация. Сказать со своей стороны «я йогин» или «я йогини» в буддийской традиции почти немыслимо, потому что это крайне нескромное утверждение. Это все равно, что в христианской традиции сказать «я святой». Что, разумеется, людьми, которые искренне практикуют христианскую традицию, не делается. Люди, наоборот, всегда отрицают у себя наличие у себя каких-то исключительных качеств и пытаются перенести акцент с себя на практику, с себя на объект устремлений, с себя на других существ, на тех, кому они служат и так далее. Аналогичным образом, даже подлинно квалифицированные йогины и йогини со своей стороны не говорят, что они йогины или йогини, если кто-то всерьез называет себя йогином или йогини, подразумевая наличие такого вот опыта и такой квалификации, это не всегда самый однозначный признак, если так можно выразиться. Но по факту такой вот вид работы есть. Есть вид работы, который можно назвать, соответственно, работой йогина или йогини. И в чем он состоит? Что, соответственно, эти буддийские йогины или йогини делают? Как можно описать ту форму мастерства, которую они обретают? В результате многих-многих-многих-многих тысяч часов практики. Это важное соображение, потому что мы, с одной стороны, знаем, что можем получить пользу от всех этих методов, даже позанявавшись ими 20 минут, 40 минут и так далее. А с другой стороны... Прием, прием. Мы, с одной стороны, знаем, что можем получить большую пользу даже от небольшого объема практик. А с другой стороны, понимаем, что полноценную пользу мы получим в результате накопления множества часов или множества тысяч часов на самом деле. Вот люди, которые, соответственно, получают в полном смысле эту квалификацию йогина или йогини, накопили эти тысячи часов. Но как можно обобщенно описать их работу? Что они, собственно, там делают в этой своей работе? Можно выделить три цели. Иногда можно все это описать в контексте двух целей, но мне кажется, что есть также смысл описать третью. Самое долгосрочное устремление... Или давайте начнем сначала, с того, где мы находимся прямо сейчас. Первая форма работы состоит в том, чтобы по-настоящему увидеть свой собственный ум. Со всем тем, что в нем содержится, со всеми теми привычками, которые в нашем уме накопились. В некотором смысле мы уже подступаемся к этому, да, если мы, например, проходим терапевтический процесс. Но в полноценном объеме мы увидим ум, когда мы начнем на ум напрямую смотреть. И поэтому в буддийской традиции есть огромное количество практик, которые сейчас переползли и в более светский или универсализированный формат. Есть множество практик, в которых мы смотрим на свой ум, замечаем его привычки, в том числе самые невротические. И просто привыкаем к тому, что вот сейчас на временном уровне все вот так устроено. Сейчас наш ум накопил, собрал вот эти вот привычки. И это привычки, в некоторых случаях связанные с эмоциями, наш эмоциональный ландшафт. Это привычки, связанные с моделями мышления. Это привычки, связанные с переживанием счастья и страдания, удовольствия и боли. Это привычки, в том числе влияющие на наше тело и на работу нашей нервной системы. Отсюда связь, например, в буддийской традиции между буддизмом как таковым и тибетской медициной, например. И вот на все это мы смотрим и, так сказать, просто учимся видеть то, что есть. То, что есть относительно привычек нашего ума, в том числе или в особенности относительно тех привычек, которые вызывают у нас страдания, побуждают нас страдать. Конечно, мы также присматриваемся к тем привычкам или к тем механизмам, которые позволяют нам ощущать счастье. Это также большой и важный процесс. И в целом в результате у нас накапливается этот вот полезный, так сказать, образовательный опыт. Мы получаем представление о том, как работает и как выглядит наш ум. Это первая работа йогина. Но присмотреться к своему, увидеть свой ум. Американский учитель медитации Джозеф Голстен, цитируя своего собственного главного учителя, Ангарику Муниндру, говорил, что одной из вещей, которая его в Муниндре поражала, была его готовность в любой момент начать практиковать. И практика состояла в том, чтобы просто сесть и начать смотреть на ум. Не было необходимости в каких-то особо развернутых ритуалах, не было потребности в каких-то особо строгих правилах. Муниндра был последователем традиции Тхировады, но в противоположность некоторым другим учителям он, например, не вел ретриты, в рамках которых нужно было бы много часов подряд неподвижно сидеть, чтобы как-то болезненно столкнуться с цеплянием своего ума. Можно было просто взять и в любой момент начать смотреть прямо на ум. Для чего? Для того, чтобы увидеть его текущее состояние, присмотреться к его текущим привычкам. Это первый вид работы. Его невозможно обойти, его невозможно избежать. Точнее, можно попытаться это сделать, но тогда случается то, что покойный Джон Уиллвуд называл spiritual bypass, духовное избегание, или духовный перепрыг, когда мы вместо того, чтобы напрямую смотреть, в том числе, на те виды страданий, которые мы переживаем прямо сейчас, вместо того, чтобы работать с теми невротическими привычками, которые вызывают наши страдания, уходим в какие-то мистические материи и отлетаем от той реальности, в которой наши страдания, собственно, возникают. И от той реальности, в которой мы способствуем страданиям других. Вот чем меньше мы отлетаем, тем больше мы реализуем эту первую, необычайно важную задачу. Вторая задача йогина или йогине состоит в том, чтобы научиться из той энергии ума, которая сейчас распределена по уже имеющимся привычкам, в основном проблематичным, из этой энергии ума научиться лепить что-то иное. Научиться из этой энергии осознавания, из этой энергии сознания лепить такие состояния, как любящая доброта, сострадание, сопереживающая радость, равностность, расслабление, устойчивость, ясность, мудрость, вера, желание помочь, способность ценить благотворные объекты и многое-многое-многое другое. Собственно, базовая рабочая гипотеза буддизма состоит в том, что наше счастье напрямую связано с благотворными формами, которые мы придаем своей энергии осознавания. Чем больше благотворных форм мы научимся из энергии своего осознавания лепить, чем больше мы будем пребывать с этими благотворными формами, такими как сострадание, любящая доброта, мудрость и так далее, тем больше счастья мы будем переживать. Объем благотворных умственных состояний, реалистичных умственных состояний, добродетельных, если использовать буддийский язык, умственных состояний, объем благотворных умственных состояний прямо пропорционален объему счастья и удовлетворенности, которые мы переживаем. Почему? Потому что все эти состояния созвучны нашей глубинной природе, они созвучны природе реальности, которая представляет собой взаимозависимость всех явлений. И, соответственно, чем больше мы приходим к этим реалистичным состояниям и делаем из них привычки, тем больше уровней счастья мы переживаем. В этом всем нет еще ничего специфически буддийского, потому что заниматься созданием благотворных умственных состояний, укреплением благотворных умственных состояний можно заниматься в абсолютно небуддийском контексте, на уровне, опять же, совершенно универсальных терапевтических моделей или терапевтических моделей, которые не делают отсылок к тому, что интересуют, например, практикующих буддистов или последователей других линий. Все это может ограничиваться более базовым уровнем, который доктор Алекс Берзин называет иногда «дхармой лайт». Дхарма — это то, что удерживает нас от страданий и ведет нас к счастью, к устойчивому благополучию. И у нее есть такой вот лайтовый уровень, как сказали бы, может быть, отдельные хипстеры, да? Лайтовый уровень, на котором мы можем чуть-чуть улучшить свои умственные состояния, начав переживать чуть больше уровней благополучия. Это уже потрясающая, разумеется, задача. В некотором смысле это тоже уровень йогического мастерства. Йогины и йогини, однако, доводят эту способность лепить из своего осознавания нужные умственные состояния до невероятного уровня мастерства. Там, где мы с трудом, если использовать музыкальную аналогию, можем сыграть три ноты, или, тыкая пальцами в клавиатуру, можем извлечь из нее звуки собачьего вальса, йогины и йогини или йогини могут сыграть лунную сонату с тем же уровнем легкости, с большим, чем у нас с нашим собачьим вальсом, уровнем легкости и непринужденности. И в конечном итоге йогины и йогини, выходя за уровень дхармы-лайт и переходя к уровню подлинной дхармы, стремятся также реализовать третью задачу. И эта задача связана также с нашей умственной энергией, но в ней, в этой задаче мы пытаемся не столько научиться лепить из своей ментальной энергии какие-то отдельные формы, такие как доброта или мудрость или что-то еще, сколько пытаемся понять саму природу этой ментальной энергии, ее основополагающую реальность. Что это за энергия? Что такое мой собственный ум? Что такое мое осознавание? Какова его основополагающая природа? То есть вместо того, чтобы лепить что-то из теста своего ума, мы пытаемся понять, что это за тесто как таковое. И именно это приводит нас к постижению, к подлинному постижению или раскрытию нашей природы Будды, той самой, которая и подтолкнула нас на эту тропинку. В зависимости от наших личных обстоятельств и того, каковы наши собственные личные интересы, нас могут интересовать прямо сейчас совсем разные аспекты этих трех видов работы. Кто-то, может быть, услышав про возможность постижения окончательной природы нашего ума, про эту вот третью работу, скажет, «Вау, мне вот это нужно, можно мне прямо сразу туда?» Кто-то скажет, «Ну, не знаю, там я вот про эту основополагающую природу ничего, звучит, конечно, интересно, но пойди разберись со всем этим. Мне интересно про то, чтобы... Мне интересно научиться лепить из своего ума благотворные состояния, потому что иногда мне может быть скучно, а хочется, чтобы было не скучно. Иногда я ощущаю какие-то околодепрессивные состояния, а хочется, в общем-то, переживать в устойчивом благополучии и счастье. Иногда я испытываю приступы ярости, а хочется пребывать, может быть, в ясности, сострадании, терпении и тому подобных состояний. То есть хочется научиться контролировать свой ум. Дайте мне вот это». И кто-то, наконец, хотя это редкое меньшинство, скажет, «Да, идея о том, чтобы присмотреться к моим неврозам и все там ясно увидеть, а потом уже лезть во все эти более продвинутые виды работы, эта идея меня вдохновляет, потому что это, так сказать, простроение фундамента». Практика «Любящая доброта» в первую очередь относится ко второму уровню, к уровню, где мы лепим из своей ментальной энергии благотворные состояния, такие как, собственно, «Любящая доброта». «Любящая доброта» — это один из самых характерных примеров. И на этом уровне мы, собственно, и начинаем всю ту работу, которой мы здесь вместе занимаемся, когда мы переходим к практикам «Любящей доброты». Но перед тем, как мы перейдем к практикам «Любящей доброты» как таковым, было бы здорово проделать хотя бы небольшой объем работы, связанный с первым уровнем. Тот уровень работы, на котором мы еще не лепим ничего из своего ума, но уже смотрим в него для того, чтобы увидеть его текущие, так сказать, ландшафты, чтобы увидеть его текущее состояние, привычки и так далее. Этот вид работы поможет нам избежать духовного избегания, поможет нам избежать ситуации, в которой мы вместо того, чтобы иногда заметить свой невроз или свою неблаготворную привычку и честно признаться в наличии этой неблаготворной привычки, убегаем в мысли, например, «Ой, нет, просто пусть всем будет хорошо». То есть прячемся в идеях света, любви и всеобщей радуги от того, что, в общем-то, на более базовом уровне у нас много проблем, на которые нужно было бы посмотреть. Это не означает, что нужно сто лет сидеть на первой работе и только потом коснуться второй, тем более третий. Нет, они могут практиковаться в комплексе. И хотя у меня нет ни малейшей квалификации для того, чтобы полностью, подлинно описать или преподать третий вид работы, хотя бы на самом базовом уровне, к первым двум, мы в рамках этого ретрита сможем прикоснуться. И вот эта умственная работа, состоящая из этих трех уровней или трех этапов, поможет нам, можно надеяться, обрести больше уровней спокойствия, ясности, счастья, благополучия и процветания. Это базовая рабочая гипотеза, с которой мы, собственно, здесь будем работать. Три вида йогической работы. Еще раз очень кратко их повторю. Первая состоит в том, чтобы увидеть и с элементом принятия и нежности пристально рассмотреть уже имеющиеся у нас привычки ума и косвенно также привычки, связанные с нашей нервной системой и с тем, что буддисты бы описали, как наше тонкое энергетическое тело. Все это сложные механизмы, обслуживающие наши умственные состояния. Это первая работа. На все это посмотреть. Вторая работа. Научиться из того, что есть, лепить то, что нужно. Развить эту пластичность в том, что касается ментальной энергии. И, наконец, третья работа. В конце концов, в долгосрочной перспективе распознать подлинную природу нашего ума. Мы, конечно, живем в условиях, где некоторые с самого начала хотят броситься к этому третьему виду работы. К сожалению, во всяком случае, здесь я не могу никак со своей стороны какое-то однозначное осуждение дать, но по утверждениям тех учителей, которых мне крайне повезло переводить, и вы все знаете этих учителей, и можете легко прикоснуться ко многим из этих переводов. По объяснениям этих учителей, для большинства из нас попытка сразу броситься к третьему виду работы абсолютно нереалистична, потому что мы будем пытаться что-то там распознать и в чем-то там пребывать, но мы еще не проделали первые два вида работы. Нам нужно начать с них. Да, мы можем на вырост, смотреть на третий вид работы, даже ловить отдельные его проблески. Это будет нас вдохновлять на то, чтобы заниматься первыми двумя видами работы более серьезно. Но на вырост, значит на вырост. Да, мы в конце концов до этого дорастем. Основная же наша, первичная же наша работа состоит в том, чтобы поработать над первыми двумя уровнями. Соответственно, второй уровень — научиться лепить благотворные состояния, третий — распознавание окончательной природы нашего ума. Мы выполним краткую медитацию, относительно краткую, да, не пять минут, которая многим будет уже хорошо знакома. И с этой медитацией мы будем начинать все оставшиеся дни нашего ретрита. Это практика, которая многим хорошо известна по ретритам с доктором Алланом Уоллесом. Эта практика представляет собой форму практики любящей доброты, в которой мы, однако, также работаем над своим пониманием счастья и его причин. И прелесть этой практики состоит в том, что в нее очень легко вплести любые познания о причинах счастья, которые мы в тот или иной момент получаем. Если то, что мы сейчас описали в контексте буддийской гипотезы и о природе счастья и о поисках счастья, и если то, что мы описали только что применительно к теме нашей основополагающей благости и к теме трех видов йогической работы, если что-то из этого кажется нам представляющим смысл, потенциально полезным, мы можем интегрировать все это в ту практику, которую будем выполнять прямо сейчас, потому что в этой практике мы, собственно, будем думать о своих устремлениях, планах, целях и намерениях, которые в идеале привели бы нас к подлинному счастью. Практика продлится около 12 минут, так что мы чуть задержимся относительно расписания, но это правомочно, потому что на начальном этапе у нас возникли технические сложности. Но прежде чем, собственно, начать ее выполнять, было бы здорово немного размяться, подвигаться и уже затем принять комфортное положение для медитации как таковой. Продолжение следует... Итак, мы постепенно принимаем выбранное нами положение для медитации и начинаем практику как таковую. Начиная медитацию, мы прежде всего собираем внимание в пространстве телесных ощущений и в особенности уделяем внимание тем частям тела, которые соприкасаются с поверхностью под нами. Замечаем устойчивость и прочность этой поверхности. Ощущения, возникающие в соответствующих частях тела. Затем позволяем процессу расслабления постепенно распространиться по нашему телу в целом. Охватить нижнюю часть тела, включающую в себя ноги, область промежности ягодицы. Верхнюю часть тела, включая пространство торса, плечи, руки. Насколько это возможно, расслабляем мышцы лица, кисти, пальцы рук. Замечаем базовую устойчивость, базовую неподвижность своего телесного пространства. Неподвижность, сокрытую за всеми поверхностными видами движений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова позволяем дыханию двигаться свободным образом, или настолько свободным образом, насколько это возможно. После чего, оставляя тело в этом состоянии глубокого расслабления и, можно надеяться, глубокой внутренней устойчивости, на уровне ума мы обращаемся к исследованию темы счастья и благополучия. Для того, чтобы прояснить свои устремления, для того, чтобы поработать над своими намерениями и желаниями, мы по очереди поставим перед собой четыре вопроса. Первый из них — это вопрос о том, как именно мы представляем себе подлинное счастье, подлинное благополучие, подлинную форму расцвета. Как мы могли бы себе представить подлинное раскрытие нашего потенциала, в рамках которого мы испытывали бы наибольшие виды счастья и радости? Поставив перед своим умом этот вопрос, мы позволяем ему ответить на этот вопрос неким обобщенным видением или неким обобщенным пониманием. для кого-то это понимание, сопровождаемое образами и неким визуальным компонентом, для кого-то это скорее общее чувство или видение, понимание, не сопровождаемое какими-то образами. Главное, что у нас возникает, это личное понимание того, как для нас лично это подлинное благополучие могло бы выглядеть. И на это понимание мы откликаемся с стремлением любящей доброты к себе, то есть пожеланием «пусть так и будет». «Пусть я обрету это подлинное благополучие. Пусть я смогу его реализовать». Субтитры создавал DimaTorzok При желании мы можем использовать процесс дыхания. Например, представлять, что с каждым новым выдохом мы вдыхаем в это устремление все больше и больше жизни. После чего перед нами встает второй вопрос. «Что для обретения этого подлинного благополучия, подлинного процветания мне необходимо получить от других существ и от мира в целом?» В каких видах поддержки, в каких видах помощи, в каких ресурсах я нуждаюсь? на этот вопрос мы снова отвечаем неудачно. неким обобщенным видением, а на это видение откликаемся устремлением любящей доброты по отношению к себе, то есть пожеланием «пусть так и будет». «Пусть я получу все эти виды помощи и поддержки и смогу их принять». «Пусть я получу все эти виды помощи, Игра» 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 Продолжение следует... Привлекаем к себе необходимые ресурсы и принимаем их. Опираемся на эту благотворную, благоприятную форму взаимозависимости между нами и другими существами, нами и миром в целом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И именно здесь мы можем интегрировать в свой ответ понимание тех трёх видов работы, которыми занимаются йогины и йогини. Продолжение следует... Когда в нашем уме в качестве ответа возникает некое обобщённое видение или понимание, мы снова отвечаем на него устремлением любящей доброты. Пусть так и будет. Пусть я смогу изменить свои привычки так, чтобы приблизиться к подлинному благополучию. С каждым вдохом и выдохом мы можем представлять, что постепенно меняем фактуру своего ума, его ландшафт, его привычки. Приближаясь постепенно к раскрытию нашей подлинной природы, нашей основополагающей благости. Наконец, четвёртый вопрос. Что в рамках видения подлинного благополучия я мог бы или могла бы подарить другим? Каким мог бы быть мой дар другим существам и миру в целом? На это видение мы также откликаемся устремлением «пусть так и будет». Пусть я смогу поделиться своими дарами со всеми существами. Покоясь в этом устремлении, с каждым новым выдохом мы можем представлять, что распространяем эти благотворные виды влияния, доносим их до всех существ, и в результате вся взаимозависимость, в рамках которой мы существуем, становится более благоприятной для всех живущих. В большей степени приносит всем живущим счастье и благополучие. В большей степени приносит все образы и устремления. Ненадолго возвращаясь вниманием к пространству тела. Заземляемся в наблюдении за телесными ощущениями. Осознаем процесс дыхания. И, наконец, привносим в тело элемент движения. Шевелим пальцами рук и пальцами ног. Раскачиваемся из стороны в сторону. Открываем глаза, если они были закрыты. И постепенно возвращаемся вниманием к тому, что нас окружает, завершая эту практику. Спасибо. И на этой ноте было бы удачно сделать паузу. Тем более, что у нас по расписанию уже перерыв, который должен был начаться 8 минут назад. Так что мы сделаем перерыв ровно на час, для того, чтобы мы все могли прийти в себя и еще раз проснуться, если так и не проснулись утром. А ровно через час, если боги интернета нас пожалеют, мы воссоединимся здесь, для того, чтобы продолжить обсуждать все это странное, непонятное, интересное. И, конечно, для того, чтобы практиковать любящую доброту к себе и к другим. Так что хорошего перерыва. Если вы хотите посвятить ему чему-то, посвятить его чему-то полезному, можно продолжить размышлять над тем, что мы только что обсудили. И, может быть, даже записать в дневниковой форме какие-то свои устремления, которые со всем этим могут быть связаны. А через час мы продолжим обсуждать все это дело и практиковать. Так что еще раз большое спасибо, в том числе за ваше терпение с техническими проблемами. И до скорой встречи.